Приветствую вас. Первое, что я увидел, исходя из вашего текста, это определённая доля инфантильности и нежелание брать на себя ответственность за то, что с вами происходит. Отсутствие ответственности, хоть вы, скорее всего, и негативно воспримите мои слова, отсутствие ответственности вытекает из того, что ваш малый дедушка и ни в чём вам не отказывает. Вот. Мне кажется, что как можно более чёткое разграничение своей ответственности и ответственности другого человека пойдёт вам на пользу. Ну вот, например. Вот, например. Ага. Пример с квартирой. Да? Вы пишите, что вы ненавидите дедушку за то, что он не разменивает квартиру, так как есть возможность разменять. Вот с какой стати дедушка должен что-то там разменивать ради вас? Или, может быть, лучше сказать, для вас. Вот с какой стати? Это его квартира, если я правильно понял. И он имеет право в этой квартире находиться, он имеет право этой квартире дорожить, он имеет право цепляться за неё, потому что это его собственность, если я правильно понял. Ну вот. Другое дело, что нужно вам? Это другой вопрос. Что нужно вам? Вот конкретно вам, что нужно? Если вам нужна какая-то свобода или что-то ещё, да, например, то это можно устроить. Но как? Это можно устроить путём корректирования своего поведения, путём корректирования своей модели поведения. Это можно путём актуализации своих ресурсов, это можно путём, значит, работы над когнитивными картами, над вашим подходом к деятельности и так далее. Я не щучил, я не щучил. Вполне возможно, что вы ждёте девочку, девочка вас приучил к тому, что вы всё получите от кого-то. Вот это на самом деле не так. То есть нужно брать ответственность на себя, за себя. Вот. Что происходит? Что происходит, когда человека, грубо говоря, вот как вас, например, ну скажем так, задаривают. Да? То есть, ну ни в чём не отказываюсь, что происходит. У человека появляется высекомерие по отношению к другим и непринятие других. И одновременно с этим появляется ощущение или даже может быть такая потребность, да, в том, что бы ему постоянно давало. То есть, то есть, вот, ребёнку постоянно что-то много очень дают, дают, ничём не отказывают, ребёнок к этому привыкает и начинает обесценивать. Обесценивать тех, кто это всё делает. Да? Почему? Почему? Казалось бы, нужно благодарить, да, нужно благодарить человека. Вот как вы говорите, да, что дедушка меня любит, дедушка мне ничего не отказывает, балует меня, меня, а я его ненавижу. Почему? Почему? Почему меня так раздражает то, что с ним связано? А потому что его балование вас, оно нарушает ваши личные границы. То есть, вы чего-то хотите, например, ну просто вот элементарно, да, вы чего-то хотите. Вы ещё об этом не попросили, вы ещё ничего не сделали для того, чтобы это получить, а вам ещё это дают. Что происходит? Ребёнок, в данном случае мы говорим о ребёнке, ребёнок просто не чувствует, что он вообще сам на что-то способен. И когда он не чувствует, что он сам на что-то способен, ему появляется страх. Агрессия, естественно. А вдруг я ничего не могу? А вдруг я ни на что не способен? Как же так? У меня нет личных границ. Знаете, я не чувствую себя значимым, как бы говорит ребёнок, ну как бы чувствует ребёнок, да? Это испуганный ребёнок. Агрессия, это испуганный ребёнок. Агрессия, это страх. Это проявление желания защититься. От чего? От нарушения границ. Понимаете? Потому что то, что вас балует и ни в чём не отказывает, это и есть нарушение границ. Отсюда ваше такое желание, значит, ну, отсюда ваше желание чистоты, порядка. Вот. Это всё оттуда. Личные границы. Вы хотите, чтобы всё было по-вашему, да? Потому что дедушка делает по-своему. Да, он вас балует, но он делает по-своему. Вот. Что такое личные границы? Личные границы, это умение сказать нет. Но, в вашем случае, в вашем случае, на мой взгляд, умение сказать нет, как бы это сказать, проявляется не в том, что вы говорите в буквальном смысле нет. Потому что в буквальном смысле нет, вы говорите. То есть, ну, вы ненавидите дедочку, да? Вы, как бы, как бы, что-то от него требуете. Но, по факту, по факту, именно требование ваше, вот когда вы от него требуете, вероятно, и является, по вашему мнению, тем, что вы можете назвать, ну, отказом, да? В действительности, это не отказ. Умение сказать нет проявляется в том, когда вы говорите нет, в ответ на активность, которая направлена на вас. Да? То есть, дедочка хочет что-то сделать для вас, вы ему говорите нет, нет, не надо. Не надо, не надо, этого мне не нужно, спасибо. Вот, как часто вы говорите это своему дедочке? Именно в том, что касается вас. Именно в том, что касается его активности по направлению к вам. Вот. Только, знаете, опять же, если вы отказываетесь от его услуг, если вы отказываетесь от его помощи, да? С целью получить, получить какую-либо другую выгоду. Ну, например, чтобы он испытывал чувство вины, чтобы сделать ему больно, да? Чтобы потешить, например, там, свое чувство ненависти к нему. Это не то. Просто отказал, я, я просто отказал от того, что он хотел, хочет мне дать. Вот. И все. Знаете? И все. И больше, больше, ничего мне не нужно. То есть я не требую, не жду от него чего-то. Понимаете? У вас такое есть? Нет. У вас такое нет. Такого нет. Я более чем уверен. Поэтому вся ваша проблема и внутренний блок, о котором вы говорите, это именно это. Личные границы. Четкое понимание того, где заканчиваете вы, и начинается другой человек. Понимаете? Вот. Ну, можно назвать ожиданиями то, что вот, ну, можно назвать ожиданиями то, что у вас есть. То есть то, чего хочу я, то, чего хочу я, я пытаюсь реализовать через других. Это и есть ожидания. Отсюда ненависть. Ненависть и идеализация, как результат стремления, желания, значит, почувствовать себя значимым человеком. Вот. Значит, смотрите, на личной границе, да, есть упражнение. Значит, кому и как вы позволите к себе прикасаться? Кому, как, где вы позволите к себе прикасаться? Что вы позволите делать по отношению к себе в физическом смысле? Что вы никогда не позволите? Опять же, по отношению к себе в физическом смысле. Это нужно записать обязательно. Далее. Про психические границы, да, психологические границы. То же самое, что вы позволите по отношению к себе, что приемлемо по отношению к вам и что неприемлемо по отношению к вам. Что вы готовы сделать для человека, чего вы никогда не будете делать для человека? Ответы, ответы на эти вопросы не должны затрагивать интересы других людей. Ответы должны касаться только того, что делаете вы для себя, либо для других, только если вы не ждете, не ожидаете чего-то взамен. от людей. Да? Только в этом случае можно говорить о границах. Вот. Во всех остальных случаях, к сожалению, нельзя. То-то-то-то, если у вас вот, ну вот, в списке, которые вы, я надеюсь, напишите, будет то, значит, что затрагивает интересы других людей, да, вот например, как у дедочки, допустим, что, дедочка, ну, там, должен разменять квартиру. Это неправильно, это деструктивно. Он не должен. Вам он не должен. Вы взрослые, вы говорите, что вам 27 лет, и что он считает вас маленькой. Так правильно. Вы, как маленький ребенок, требуете от него, чтобы он вам что-то дал. Знаете? Вот, если вы считаете себя взрослый, если вы считаете себя, ну, самостоятельный, то покажите это ему. Покажите это ему, покажите это себе, да, вот, и не дотрагивайте интересы других людей. Дальше. Следующий момент, который я тоже хотел бы дать вам в качестве упражнения, это работа с чувствами. Как вы понимаете, наверное, ну, я надеюсь, за агрессией, за агрессией стоят определенные желания, ну, ваши желания, чувства, потребности, опять же. Что нужно сделать вам? Вам нужно выписать свои чувства, чувства, которые вы приемлете для себя, и чувства, которые, ну, вот, вас пугают, стращат, и вообще вызывают неприятность какую-либо. Вот. Ага. Подумайте. Существуют ли какие-либо формы у тех чувств, которые вы считаете для себя приемлемыми, что можно было бы назвать разрушительными. То есть форм, разрушительные формы тех чувств, которые вы считаете приемлемыми для себя. Существуют ли неразрушительные формы для тех чувств, которые вы считаете неприемлемыми. Это вот работа над чувствами. Дальше. Следующий пункт. Это пункт чистоты и порядка. Ну, чистота и порядок, это, в данном случае, мне кажется, своего рода антитезис тому, что делает ваш дедушка, да? То есть, у него везде грязь, как вы говорите, вот, соответственно, у вас, противовес ему, идёт везде чистота. Ну, и грязь, и чистота, это одинаково плохо. То есть, одинаково плохо, везде хотят чистоту, и одинаково плохо, везде хотят грязь. То есть, это две стороны одного целого, по факту, по сути своей. Вот. Соответственно, давайте подумаем, почему для вас чистота и порядок так важны? Вот как вы себя чувствуете, если, например, чистоты и порядка нет? Что вы чувствуете? На что направлено это чувство? Понимаете? На такие вещи, как чистота и порядок, и чувства направлены быть не могут. Потому что чистота и порядок постоянно нуждаются в поддержании. Ну, и это совершенно точно не самое главное в жизни людей. Да? Вот. Поэтому нужно подумать, что именно вас, значит, значит, ну, привлекает в чистоте и порядке. Вот. Забегая чуть вперёд, скажу, что чистота и порядок это не то иное, как стремление к безопасности, к контролю. Вот. Вот. Контроль. Стремление к контролю. А уже контроль есть безопасность. Вот. А безопасность вас интересует, опять же, по той причине, что нет личной границы. Вот. Теперь дальше идём. По поводу звуков. Здесь, в принципе, то же самое, то есть, ну, насчёт звуков это та же самая история, что и с чистотой, то есть это также личные границы и контроль. Вот. Немножечко я не понял ситуацию в вашей семье. То есть вы говорите, что вас не возвращает только муж и сын, но при этом вы говорите, что вы в разводе. Я не очень понял, так у вас что, второй муж или что-то ещё. Вот. Но в любом случае причины развода нужно прорабатывать в любом случае. Даже если прошлое вы опустили, потому что выводы вы сделали вряд ли. Из того, что вы развились. То есть я не спорю насчёт того, что вы, может быть, вы, может быть, опустили прошлое. Вот. С этим я не спорю. Но вы вряд ли сделали выводы. Из того, что вот произошло. А значит, в этом вам нужна помощь. Почему я так говорю? Ну, потому что всё, что вы описываете, всё, что вы рассказываете в своём тексте свидетельствует о том, что вы, ну, собственно говоря, не пришли до сих пор к принятию полному себя. А значит, вы не можете прийти к полному принятию других. И в ситуации с ребёнком, да, это очень явно проявляется. То есть что значит его крик? Крик – это значит, что от вас что-то требуется. Крик – это значит, ну, нарушение ваших личных границ, опять-таки. Ну, может быть, что-то ещё, да, может быть, это не всё для вас нежелательную ответственность или что-то в этом роде. Этого я уже не знаю. Вот. Значит. Что я могу сказать? Сказать, ну, по итогу. По итогу я могу сказать, что ваш сценарий для меня он понятен. Я уверен, что вы, может быть, даже отчасти специально создаёте все эти ситуации, когда, ну, вы так вот реагируете на ребёнка и на своего деда. Специально для того, чтобы выглядеть вы в глазах несчастных, в своих глазах несчастных, чтобы иметь право чувствовать себя жёртвой и тем самым позволять себе то, что вы в другом случае бы не позволили, ведь для вас столько всего делают. Как мне кажется, в основе этого лежит чувство вины, чувство вины перед теми, кто делает для вас, чувство вины и долго перед этими людьми. Чувство вины и долго вы сопротивляетесь, но это делается, естественно, через агрессию. А нужно действовать через принятие. Вот. То есть, что это значит, через принятие, да? Через принятие, это означает, что нужно принять желание другого человека что-либо для вас делать. И не считать, что он делает что-то для вас таким образом что-то для себя получает. То есть, не нужно думать, что если человек что-то делает для вас, то он получает право что-то и требовать от вас. Это не так. Он не имеет никакого права что-либо требовать от вас, даже если он для вас что-то делает. Почему? Потому что, потому что это его выбор. И вот, возможность принятия своего выбора и своего, самое главное, возможность принятия своего выбора и потом другого выбора, ну или здесь как удобнее, да? То есть, как правило, если работать с детско-родительскими отношениями, да, то здесь всегда завязано все именно на принятии выбора родителей и непонимание этого самого выбора. Вот. Поэтому, кто знает, может быть, вам и нужно сперва принять выбор других, в частности, дедушки. Вот. Ну и естественно, что в семейной жизни, в личной жизни у вас тоже будут иметь место проблемы, вот как у вас есть проблемы со взаимоотношением с людьми. Именно из-за того, что в личной границе вы не, значит, ну не прорабатываете свои. Вот. И это очень хороший, хороший эксперимент. Он проводится, правда, в живую, в кабинетах. Вот. Берется стул, да, ну просто стул, берется стул. И, соответственно, с этим стулом как бы человек идет к вам, на вас. Вот. Как вы реагируете на этот самый стул? Вот. Ну, скорее всего, вы будете реагировать очень негативно, потому что вам будет неприятно, что человек идет к вам со стулом. Ну вот, вас это будет прям отталкивать, я так думаю, что вы будете чувствовать опасность, опасность какого-то негатива и так далее, и так далее. Вот. Вот. То есть это называется механизм слияния, растворение одного человека в другом. Вот. И здесь, к сожалению, к сожалению, здесь не кроется ваш этот самый блок. О котором вы говорите. Вот. То есть это подсознательное неумение, неумение сказать «нет» людям тогда, когда это нужно говорить. Вот. Давайте я, вот видите, вы пишете «Верю, что получу здесь помощь в ваших ответах, и что Вселенная через ваши уста достичься до моего подсознания». Понимаете, какая сторона? Работа с подсознанием ни в коем случае не ведется вот так. Работа с подсознанием ведется через чувства и через ассоциации. Но не так. Поэтому ни с каким подсознанием работать именно вот в формате вопрос-ответ никто не будет. Это первое. Второе. Вы говорите «Вселенная донесет до меня через наши уста». То есть это опять всё не про вас. Это про Вселенную, про нас, про веру, но не про вас. Понимаете, какая история? Опять же. Опять же. История вся именно в этом заключается, что вы не допускаете, что именно вы и только вы способны выйти из своей зоны комфорта. Понимаете? Который у вас есть на данный момент. Вот. А вы надеетесь на Вселенную, на нас и на кого-то ещё. Мы просто помощники на самом деле. И нет никакого волшебного рецепта решения вашей проблемы. Например, умения нет говорить, да, например, проработка личной границы решается и вырабатывается исключительно на индивидуальных консультациях. Этому учиться. Этого нельзя просто один раз услышать, да, и всё. И научился. Вы 27 лет живёте так. Знаете, 27 лет. Всю жизнь. И требуется время, чтобы научиться этому. Требуется консультация, индивидуальная работа. Над коррекцией восприятия себя, над коррекцией восприятия других. Понимаете? Вот. Это работа. Минимум, ну, минимум полгода. Полгода. Вот. А вы какие-то техники пробуете, да, я так понимаю, я так понимаю, сами. Ну, самостоятельно. Что-то, что-то делается. Вот. Вот. Ну, мне не кажется, не кажется, что это то, что принесёт вам, ну, то дать вам результат хороший. Потому что техника – это всего лишь средство. Это не волшебное лекарство. Понимаете? Вот. Дальше вы пишите «У меня великая-великая проблема». Из этого я опять же склонен думать, что у вас есть такая особенность, как преувеличение своих проблем для того, чтобы вы могли себя, ну, чувствовать жертвой. В этом состоянии, в состоянии жертвы вам хорошо, вам комфортно, вы чувствуете себя спокойно в этом состоянии. Почему? Потому что, к сожалению, именно к сожалению, ваш, значит, ну, ваш дедушка, я думаю, что пока можно говорить про дедочку, вот, воспринимал вас только так, только в контексте жертвы, и не более того. Вот. Что, опять же, является, конечно, негативом, ну, для вас негативом, потому что, это, ну, все сыграло основной злую шутку. Да? Да? Вот. Плюс я полагаю, что вы нуждаетесь во внимание. То есть вы хотите остаться одна, потому что постоянно нарушают ваши личные границы. Вот. Но я уверен, что вы нуждаетесь во внимание. Вот. Отсюда это, вообще, немножечко такая эпатажная форма выращения. Именно эпатажная. То есть такое, привлекающее внимание. Вот. А внимание, опять же, потребность во внимание, это ответственность. Это чувство значимости. А чувство значимости появится лишь тогда, когда вы сами начнете отвечать за себя полностью, целиком. Вот. По-другому невозможно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я, честно говоря, не знаю, дойдут ли мои слова до вашего подсознания. Вот. Я более чем уверен, что с подсознанием мы с вами ещё и не говорили, потому что с вами говорит только ваше сознание. Вот. Ну, очевидно, вы балуетесь написанием, ой, то есть не написанием, а чтением психологической литературы. Вот. Мне кажется, что это нужно завершать вам, потому что ничего хорошего из этого не получится. Вот. Поверьте, поверьте мне, нельзя клиентам, у которых есть проблемы, читать психологическую литературу и заниматься чем-либо психологическим, потому что вот вы говорите про глубинные блоки, вот, но, скорее всего, даже не понимаете значение этого. И дело во самом деле не в том, что вы чего-то не знаете, или чего-то не понимаете. Дело в том, что вы, у вас своя проблема. И вы всё воспринимаете именно так. Ну, в этом вот ключе только. Вот. Поэтому и работать нельзя с литературой. Надеюсь, что, надеюсь, что этот момент вы постараетесь понять для себя. Ну, просто потому что это важно. Если у вас остались вопросы какие-то, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...